Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Анастасия Сергеевна. Я являюсь врачом-анестезиологом в клинике неврологии, травматологии, интенсивной терапии доктора Сотникова. Рада приветствовать вас сегодня во второй день нашей эндокринологической конференции. И как мы с вами видим, что заболеваний эндокринной системы достаточно большое множество. И сразу хочу отметить, что не существует одного единого протокола для наших пациентов с различными эндокринологическими заболеваниями. То есть не существует такое, что у пациента есть какое-то заболевание. Мы пришли, достаем алгоритм действия и начинаем вести этого пациента. Поэтому сегодня я хочу ваше внимание привлечь к такому заболеванию, как сахарный диабет. Что с этим делать и как поступать в этих случаях, когда мы имеем эту проблему. Это наиболее распространенное заболевание, чаще встречаемое. И что нам для этого нужно? То есть прежде всего для проведения хирургического вмешательства нужно прямое показание. Нужно согласие нашего владельца. Но и соответственно самое важное это нужно, чтобы наш пациент был готов к этой анестезии. Соответственно начнем. Прямое показание. Как я уже сказала, сахарный диабет является самым распространенным эндокринным заболеванием у наших пациентов. Ну в моей практике, который приходит ко мне на хирургию. Особенно, особенно трудно его лечить у нестерилизованных собак. Почему? Ну как все мы знаем, что половой цикл у собак разделяется на 4 этапа. Первый этап это проэструс, предтечка. Второй этап это эструс, собственно, течка. Диэструс, фаза желтого тела. И анеэструс, период покоя. Так вот, в диэструсе в организме секретируется большое количество гормона прогестерона. И у нестерилизованных собак во время диэструса повышение концентрации прогестерона в сыворотке противодействует эффекту инсулина. Это вот самая-самая основная тема, суть, по которой приходится этих собак и пробегать к аварии гистероктомии. Поэтому для снижения гипергликемии требуются большие дозы введения инсулина. Также повышение концентрации прогестерона в плазме крови на стадии диэструса может привести к спонтанному развитию приходящей акромегалии. Активность прогестерона уменьшается в конце диэструса. И для ускорения вот этого стадии рекомендована как раз авария гистероктомии. Также во время наших собак, у которых есть сахарный диабет, повышается риск аборта, гибель плодов, что также можно профилактировать авария гистероктомии. Я буду рекомендовать именно лапароскопическую аварию гистероктомию. Чуть-чуть попозже расскажу, почему именно ее. Также с больными с сахарным диабетом к нам обращаются в клинику по причине катаракты. То есть катаракта, осложненная с сахарным диабетом, протекает более агрессивно. И это набухающая катаракта. Она требует экстренного хирургического удаления. Эти слайды, любезно, мне дал Сергей Александрович Лужецкий. Вот, это собачка, как мы видим, с катарактой. И, соответственно, два снимка, два УЗИ глазного яблока. На одном, на первом снимке, то есть 0,63 см. Указочки нет, надо было попросить. Вот, и уже осложненная, уже как на втором слайде мы видим, набухающую катаракту. То есть вот этот пациент требует немедленного хирургического вмешательства. Ну, соответственно, если у нас есть пациент, да, есть прямое показание, есть согласие владельца, то, соответственно, третьим пунктом, что нам остается, это подготовка нашего пациента уже к анестезии. Соответственно, что мы делаем? В первую очередь нам надо ознакомиться с полной историей болезни. То есть учесть все на данный момент сопутствующие заболевания. Тщательно обследовать сердечно-легочную систему, обследовать почки, провести физикальный осмотр пациента. При физикальном осмотре что у нас может наблюдаться? Может наблюдаться гипотерапия мышц, тусклость шерсти, ожирение, гипотермия. Также нужно иметь свежие лабораторные исследования, то есть не прибегать на то, что пациент уже лечился, приходят, да, вот у нас сахарный диабет, мы сдавали когда-то анализы, находят анализы, они там где-то с 6-месячной давности, а некоторые мудряются принести годовалой давности. То есть анализы должны хотя бы неделя-две иметь срок годности. Сюда должны входить обязательно общий анализ крови. Сюда должен входить биохимический анализ. Нарушения, которые мы можем видеть на биохимическом анализе, это гиперхолестерин имия, это гипертреглицидолит имия, это повышение концентрации аламино-минотрансферазы и повышение щелочной фосфатазы. Также обязательно глюкозометрия и измерение фруктозамина. Значит, стабильным считается пациент с уровнем глюкозы в крови, приближающимся к верхней цифре почечного порога, не имеющий резких скачков глюкозы в течение часа отведения инсулина. То есть пациент в среднем, имеющий уровень глюкозы в крови 10-15 ммл на литр, допускается к проведению хирургического вмешательства. Этот момент я акцентрирую для тех пациентов, которые мы, естественно, планируем. То есть бывают такие случаи, когда нужно делать срочные хирургические вмешательства. Я вот сейчас предоставляю данные именно с запланированных. Общий анализ мочи. Глюкоза в моче может быть, если концентрация глюкозы в плавнии крови превышает показатели почечного порога. Нарушение, которое мы встречаем, это удельный вес менее 1,25. Нарушения могут быть в виде протеинуэрии, бактериории и, соответственно, так как нам нужен уровень калия, мы берем электролиты. Обязательно мы должны изучить график введения инсулина. Обычно такие приходят ко мне пациенты, уже подготовленные, и, я имею в виду, эндокринологами. Да, у них есть четкий график, когда они дают утреннюю дозу, это надо знать обязательно, и когда они дают вечернюю дозу. Потому что некоторые пациенты у нас могут находиться в стационаре, и, соответственно, мы уже за владельцев будем давать, вводить необходимый инсулин. Поэтому график временной показателей, как что нужно, чтобы он был у вас. Знать, соответственно, точный вес пациента, вы знаете его артериальное давление. Если это все состояние под контролем, то есть глюкоза позволяет нам сделать наше хирургическое вмешательство, обсуждаем с владельцем даты предстоящей операции. То есть еще раз хочу ваше внимание привести на то, что лучше, конечно, такие операции должны быть, ну, такие операции вообще должны быть запланированы. Соответственно, если состояние пациента тяжелое, высокое, мы имеем высокую степень дегидродации, мы имеем признаки уремии, мы имеем тяжелую гипергликемию, то такой пациент направляется у нас на стационар, назначается инсулин короткого действия, и, соответственно, мы этого пациента стабилизируем. Как я уже сказала, операции такого характера должны быть запланированы. Планируются лучше на первую половину дня. Владелец дает своему питомцу одну-вторую дозу инсулина и немножко можно дать еды. В принципе, одну треть от нормы за три часа до приезда в клинику. Либо он привозит инсулин, и вы уже вместе с владельцем или сами уже даете половину дозы инсулина. Соответственно, пока вы готовите операционную, готовите все необходимое оборудование, измеряете уровень глюкозы в крови, потому что на стрессе могут быть различные отклонения нашего питомца. И, соответственно, так как бывают пациенты слепые, нам обязательно нужно свести к минимуму стресс-реакцию. Либо это темное какое-то помещение, где не слышны различные сидящих рядом в стационаре агрессивное лаяние других пациентов. Поэтому с этими пациентами достаточно надо быть немножко бережно и нежно вести себя. Потому что стрессовые гормоны, они обладают антиинсулиновым эффектом, и это может привести к нарушению гомеостаза, глюкозы и гипергликемии. Но чаще всего это пациенты вот почему-то с катарактой. Они более, не знаю, по своему опыту, более такие стрессоустойчивые. Значит, подготовка пациента к операции включает в себя катаризацию периферических вен. Вообще лучше катаризировать две и более вены, чтобы был доступ к измерению глюкозы. Вот почему я рекомендовала все-таки лапароскопические кастрации, потому что все манипуляции, сопровождающие с разрезом кожи, должна быть выполнена с учетом правил антисептики и септики. У пациентов с диабетом очень высокий риск инфекции и нарушение заживления ран. При лапароскопических кастрациях там используется всего пару проколов и нету достаточно большого шва, как у крупных собак бывает. Соответственно, раны заживляются достаточно быстро. Препараты, вводимые в премедикацию, не должны вызывать рвоту и приводить к гипергликемии. Поэтому те препараты, как морфин и медлитомедина, мы не используем. Для снижения стресс-реакции за 30 минут до операции мы вводим такой препарат «Натриоксибар». Я не знаю, какие у вас есть допуск к каким препаратам, просто на данной лекции я скажу, как делаем это мы. К счастью, у нас такой препарат есть. Это очень хорошее, успокоительное. Если у пациента действительно какой-то стресс-реакция есть, прямо на глазах он успокаивается, лежит и дремлет себе в уголочке. Также этот препарат обладает, как я сказала, снотворным, седативным, также антигипоксическим эффектом, противошоком действием. Поэтому, если есть возможность, очень рекомендую. При оксигенации происходит в течение 3-5 минут и, соответственно, не забываем по измерению уровня глюкозы. Цель нашей анестезии – это достижение быстрого восстановления без стресса и скорейшего возвращения к нормальному режиму кормления. Индукция должна быть быстрая и глубокая. Нужно избежать кашля во время интубации. Препараты, которые я буду в дальнейшем перечислять, смысл в том, что они должны обладать обратным эффектом и быстро эллиминироваться из организма. Это очень важно. Поэтому здесь я не писала дозировки, не писала, потому что, если кому интересно, там в конце будет моя почта, в принципе, вы можете обращаться, я подскажу. Но как делаем мы? То есть у нас есть лицензия, мы используем опиоидные препараты. Они очень хорошо подходят. Они короткого действия. Они короткого действия. Поэтому я могу своего пациента контролировать. Также есть препарат к опиоидам, налоксон, который избавляется от действия препарата. Поэтому опиоиды – да, это препараты выбора. Также можно на полостные использовать кетамин. Если позволяет хирургия, и можно использовать также местные анестетики, пожалуйста, бензодиазепины. Из седативных препаратов, которые достаточно быстро эллиминируются из организма, это пропофол. Также это газ изофлюра. Можно использовать и тиодинталноатрия, и сивофлюран. То есть я специально посмотрела это иностранные данные. Мой минус не указал. Ссылку источника, но он у меня есть. Могу поделиться. То есть иностранные коллеги используют именно эти препараты. Если у меня пациент идет на катаракту, то есть офтальмологический, в своей практике, как миорелаксант, я использую трагриум. Этот препарат продается в свободной продаже, то есть на него не нужна лицензия. В принципе, также его можно хорошо использовать для офтальмологических операций. Нестероидные противовоспалительные средства можно применять, но у пациентов при отсутствии заболевания почек. Также иностранные данные. Моя коллега, она использует гопрофен. 4 миллиграмма на килограмм. Ацепромазин и альфа-2, препараты, относящиеся к группе альфа-2, агонисты используют, не рекомендуется. Единственное, что не сказала, если все-таки у нас пациент находится с катарактой, помните о внутриглазном давлении, то есть оно не должно повышаться, что вы, как анестезиолог, можете с этим делать. Угол наклона головы пациента, так же, как и неврологических пациентов, должен быть где-то 30-40 градусов. И избегайте пережимания. Есть такие, я знаю, у офтальмологов фиксирующие подушки. Избегайте пережимания вот этими подушками шеи. То есть еремная вена должна быть свободна. То есть избегать сдавливания шеи, чтобы не увеличивать тем самым внутриглазное давление, чтобы отток воденистой влаги у нас должен быть нормальный. Измерение глюкозы. Честно говоря, я измеряю 5-10 минут во время хирургии. Сейчас еще раз посмотрела все иностранные источники. Они, в принципе, рекомендуют мне раньше, не более 1 раз в 30 минут. Некоторые рекомендуют даже 1 раз в час. Я работаю с эндокринологом Смирновой Ольгой Олеговной. Ее просьба измерять более-более существенно. Это нужно для, может быть, каких-то ее целей. Поэтому мне не сложно. У меня есть протокол ведения анестезиологического пациента. И таких пациентов я измеряю действительно 5-10 минут. У меня есть графа, как меняется глюкоза, с какими подъемами давления, как у меня там происходит ЭКГ, частота сердечных сокращений. То есть все это, все это и есть. Соответственно, если глюкоза в крови падает, становится меньше 3 ммол на литр, уже идет корректирующее действие. До 3-х ничего, в принципе, я не делаю. То есть вводится 1 грамм 40% глюкозы на 1 кг масса тела внутриверно-струйно. До эффекта. Вот. В принципе, этого достаточно. Ну и, соответственно, мониторинг. У пациентов под анестезией признаки, да, вот гипогликемии, они могут быть скрыты. Если мы видим на нашем мониторинге какую-то тахикардию, гипертензию, это первый признак того, что нам надо померить уровень сахара в крови. Обязательно постоянный контроль ЭКГ. Определение, помимо того, что мы измеряем, как диаграмму определяем частоту сердечных сокращений, также пульсоксиметрии, капнометрии. Обязательно, да, измеряем артериальное давление. Сейчас очень модно. И практически, я знаю, во всех клиниках это несложно. Есть такой приборчик ПЭТМЭД. Поэтому измеряют достаточно хорошо. Можно измерять и у кошек, и у собак. И даже у маленьких. Вот хорьки приходили, там позволяют, есть наличие манжетки, которая позволяет измерять это давление. Ну, соответственно, глюкозометрия и термометрия. Послеоперационный период – это измерение концентрации глюкозы в крови. Инсулин короткого действия заменяется на инсулин длительного действия. При необходимости, если пациент требует, это обезболивающие препараты, ну и назначение диеты, терапии. В заключении скажу, что действительно эндокринологических заболеваний достаточно большое количество. Одного подхода не существует, анестезиологического. Но моя задача была донести именно то, что пациенты, страдающие сахарным диабетом, особенно это нестерилизованные собаки, рекомендуйте, рекомендуйте, еще раз рекомендуйте их кастрировать. Потому что подбор инсулина достаточно... Иногда даже они перестают быть инсулинозависимыми, и чем быстрее вы предложите вашим пациентам стерилизацию, кастрацию, тем легче будет дальнейшая их жизнь. Поэтому ничего в этом страшного нет. На данный момент переносят... Вот у нас было достаточно множество таких пациентов. Переносят они наркоз очень-очень-очень хорошо. Никаких побочных эффектов изо всех вот этих собак не было ни одного. Поэтому рекомендуйте. То же самое касается катаракта. И спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.